дорогие друзья когда почти два года назад вся эта история с пандемией только начиналось только начиналось мы дали свои прогнозы наметили контуры того как все это может быть ну и действительно в общих чертах в общих штрихах мы оказались правы наша задача понять как все это в большом масштабе в таком широкоформатном масштабе происходит до детали не всегда важны они нужны лишь для того чтобы закрыть некоторые лакуны некоторые белые местами черные пятна так вот важно понимать что пандемия является символическим как бы элементом кризиса в который попала мировая система но кризис это не всегда вот такой ужас ужас для элит глобальных элит проектирующих элит эта возможность перейти в новый социо цивилизационный уклад он же экономический уклад уже технологический уклад с недавнего времени потому что переход из одной фазы в другую это всегда некий скачок это всегда некий импульс для которого необходим толчок необходимо некая событийность которая подтолкнет вот невозможно войти просто вот как вы заходите из одной комнаты в другой да это переход из одного дома в другой даже из одного района в другой то есть вам нужно выйти пройти какие трудности дорогу там забор перри прыгнуть значит обойти мимо каких-то там гопников пьяных и так далее ну то есть вот это всегда некая сложность это всегда некий путь роутер маршрут который обязательно сопрягается вот с некими сложностями так вот значит пандемия нынешняя она в своем алгоритме воспроизводят бубонную чуму средневековья четырнадцатых пятнадцатых веков это очень важно потому что тогда выход из пандемии он произойдет произошел там почти через столетие после того как этот очаг разразился на выход из пандемии означал вход одновременно в новое время да это очень важно что такое вход в новое время это мы как понимаем начало великих географических открытий 1492 году была открыта северной и южной америки колумб двинулись португальцы испанцы по всем азимутом земного шара и вот с этого момента и начинается завоевательная поступь европы объединенная европа тогда не было объединенной но европы как цивилизационной единицы а все это вытолкнула вот это вот бубонная чума которая спровоцировала вот выход на этот новый социо цивилизационный географический концептуальный уклад сейчас будет все то же самое выход из пандемии будет означать мы живем практически входим сейчас ситуации нового средневековья сословность водится до связи с пандемии привитой непривитой ограничение определенные фиксация людей по территориям то есть это то что называется феодальными отношениями у каждого феодала будут свои крепостные выход из этой пандемии должен обозначать и должен означать вход в новое время уже вход в шестой технологический уклад если говорить более предметно что это будет означать новое время так сказать новое время 2 скажем так это космизм это отказ от прежней модели которые сейчас главенствует модель массового потребительства консюмеризма отказ от массового среднего класса будет посредний класс и основной массы людей будут выброшены на улицу они будут скитаться то есть это по сути говоря новый прикариат новый выброшенный на улицу класс вот переход на рельсы новой экономики космизм космические технологии зеленая энергетика big data большая база данных интернет вещей ну и так далее то есть некая виртуализация которая должна вытолкнуть систему на новые рубежи развития как они считают так сказать ноосферность космичность вот оторванность от земли и выход как бы в производство виртуала производство виртуала потому что основные средства земные материальные энергоресурсы они они поедены уже нет возможности развиваться система не может существовать вне вектор вне развития то есть если она будет стагнировать если она будет стоять она будет пить и постепенно затухать как болото то будет зловонить и оттуда будет уходить жизнь а система естественно заинтересована в том чтобы шел некий процесс некая текучкость но для того что текучкость было нужно я подталкивать нужно провоцировать кризис что касается прививочной истории она тоже здесь имеет очень важное значение прививочной истории по сути говоря является элементом того самого нового средневековья потому что как я уже говорил она будет означать некую такую вот символическую не только символическую отметину феодалов своих вот фиада своих феодальных людей феодального люда то есть каждая страна или как бы ареал который контролируется определенной силой система как мы понимаем это некая общность некая цельность внутренние есть секторальность грани вот они между собой в деле значит каждый например центр силы он через свои прививки там условно говоря через спутник вели там и пивак он отмечает своих людей вот это вот наши люди прививают и они как бы вот ходят как средневековье с какими-то отметинами я там человек там условно говоря фридриха герцога или значит там бояра димушки вот это важный элемент потому что он символически и символически для системы должен указывать на переход новой системы а мы знаем что планировщики реальности они считывают символизм не так как считываем его мы или не так как считывают его простые люди для них символизм очень важен потому что символизм на ком мейнстримном уровне скажем так он является как бы вот таким алгоритмом бытия что это означает ну примерно то что например делают брахманы в индии жрецы они считают что ритуалы которые они производят или вас производят они важны во всех своих деталях и если вдруг считают они ритуал в каких-то маленьких деталях не будет идентичен идеальному образу да тому как нужно это сделать тогда мир ждет катастроф они считают что условно говоря ритуал жертвоприношения он в малом виде символизирует или повторяет то что является в большом плане то есть то что является жертвоприношение в бытийном смысле они считают что они являются медиаторами установщиками неких связи неких тонких эссенциальных нитей между системой большой между космосом бытием брахманом и вот здесь присутствием до земным и поэтому считают они если ритуал пройдет неправильно не по инструкции тогда мир ждет рассинхрон тогда мир может начать колебаться его ждет катастрофа его ждет вообще-то непонятно что он как у кинга в этой известной эпопеи темная башня мир сдвинулся вот они боятся что мир сдвинется поэтому они детально кропотливо каждую мелочь каждую деталь выполняют там читают мантры свои и так далее так далее так вот надо понимать что брахманы вот эти вот они являются как бы таким ну видимым элементом вот этих вот планировщиков а за за ними стоят более серьезные планы да и они тоже естественно придерживаются вот этой вот системы они также придерживаются этой инструкции что должны быть символические моменты и ритуал должен происходить чисто без сучка и задоринки поэтому нельзя относиться легкомысленно к тем моментам которые казалось бы воспроизводят или указывают на архаику на средневековье нет эти люди серьезно к этому относятся и должны к этому относиться серьезно и мы поэтому прививка это не про здоровье что вы понимали это отметина очень серьезно потому что каждый человек обязательно должен быть переписан в том числе и в мире интернета вещей ну и в заключение я бы хотел сказать что конечно переход в этот новый технологический уклад будет означать что ряд территории ряд крупных ареалов географических антропологических человеческих будет выброшен они не войдут не смогут войти будут серые зоны серые зоны и то что сейчас происходит по сути говоря означает борьбу за право влезть в этот тоннель который выведет значит избранную часть человечества в шестой технологический цивилизационный уклад а кто останется но тот останется тот будет влачить жалкое существование как было это в историческом средневековье когда огромные массы людей бродили по европе бесцельно часть из них вынуждена была эмигрировать в новый свет в америку но сейчас нового света нет как известно социум все поел поел в том числе и географические территориальные предметы поэтому этим людям придется не сладко